И на десерт я, конечно, оставила средство для бровей, которое меня потрясло, ну вот прям вот вообще. Блин, хотела показать. Первый шок, это, наверное, моя дикция, потому что у меня сейчас во рту находятся капы. Давайте для удобства я их сниму. Ехал грек через греку. Первое, что меня шокирует, это, наверное, ношение кап, потому что это очень-очень-очень сложно для меня психологически. Это сильное ограничение, потому что ты не можешь попить чаю, ты не можешь попить кофе. Тебе обязательно нужно чистить зубы или полоскать рот после каждого приема пищи, перед тем, как опять надеть эти капы. Для чего я это делаю? Для того, чтобы сделать свою улыбку более ровной и надежной. Я это делаю для своего будущего, для будущего своих зубов. Эти две слинявые пластмасски должны мне в этом помочь. Я не очень хочу в это углубляться, потому что у меня шок, у меня психологическая травма, отношения. Блес, у меня все зубы в шипах для того, чтобы фиксировать эту систему, для того, чтобы это все передвигалось. Давайте скорее уже поговорим о чем-то другом. Следующее, что меня потрясло, это блеск для губ. Вообще меня блеском для губ не особо удивишь, потому что, ну как, ну что можно хотеть от блеска для губ? Чтобы к нему не прилипали мошки и чтобы волосы не прилипали. Но тут какое-то такое очень-очень приятное ощущение. Это не просто блеск для губ, а еще какой-то праймер, который улучшает качество губ. И мне это очень нравится. Плюс такая классная упаковка, стильная очень, да, такая металлическая, и тут виден цвет. Сейчас он у меня на губах, и напишите в комментариях, что вы думаете о том, как он мне идет, мне идет. Мне кажется, очень удачный оттенок, такой классный, без вот этой надоедливой коралловости, да. Следующий пункт, про который я хотела рассказать. Давайте небольшая предыстория, как я люблю, да. Недавно я была на мероприятии, органическое мероприятие по поводу новых косметических средств, новых брендов косметических, органических. Идя туда, я предполагала, что ораторы будут, скорее всего, в каких-то холщовых платьях и в каких-то льняных сарафанах. И действительно, меня поражает, именно органические девушки носят какой-то определенный стиль одежды, какой-то аморфный хиппи стиль, который бесформенный, совершенно не насыщен цветом. Это совершенно не подчеркивает женственность, и меня это, если честно, расстраивает. Я бы очень-очень хотела послушать ваше мнение. Относитесь ли вы так же, есть ли у вас такое впечатление, что у девушек в России, которые начинают следить за тем, какую косметику они используют, а именно использование органической косметики, или их идеология питания склоняется в какую-то веганскую или вегетарианскую форму, они тут же, тут же начинают носить какие-то мешковатые одежды. Меня это очень пугает. Меня радовали органические гости из Европы. Они были похожи на обычных девушек. Ну, я не знаю, почему так. Давайте дальше, а то вдруг меня сейчас начнут критить. Щетка для лица. SkinCode Genetics. Это очень популярно. Каждый бренд почти что уже сделал себе такую щетку. Плюс лично для меня в том, что она не крутится, она вибрирует. Делает это очень-очень качественно. Когда я открыла, я увидела, что она на батарейках, я расстроилась. Я подумала, опять будет там одна вибрация в минуту, это будет какой-то неэффективный. Нет, она на батарейках, но тем не менее она дает такую мощную пульсацию. Меня это поразило. И, кстати, несомненный плюс этой щетки в цене, потому что она очень доступна по сравнению со всякими колорисониками. Не у всех есть возможность, да? Вот так вот она стоит на полочке, в наборе, в комплекте к этой щетке. Уже сразу идут щетки для чувствительной кожи, для какого-то массажа, для втирания крема. То есть мне это очень-очень понравилось. Она на батарейках, и она так работает, так мощно выбивает из тебя грязь. Давайте еще немножко про очищение. Это я уже показывала в своих покупках, но я просто влюбилась в эту марку. До того, как я ее купила, я никогда не слышала. Я не знаю, я рискнула, и вот мне повезло. Это ночная маска с многообещающим названием «Ночной рыцарь». Уже круто, уже шок. Для чего она? Для того, чтобы выровнять кожу, для того, чтобы сгладить какие-то воспаления, чтобы от них избавиться, для того, чтобы ваша кожа выздоравливала в период, когда у нее, например, какие-то высыпания, или у нее какой-то стресс, или у нее приют плохого иммунитета, чтобы ее поддержать. Мне очень-очень нравится, что ты вроде бы нанес маску, но ее не нужно снять. Это вот для таких лентяек, как я, наверное, и как многие из вас. И на утро кожа ровная, какие-то вот эти покраснения, они сглаженные. Высыпание, какой-то прыщик, он подсыхает. Мягко, хорошо, без агрессивного воздействия. Когда я выбирала, что купить, я очень-очень сильно повелась на то, что там было написано «Для девушек, живущих в мегаполисе». Для тех, кто подвержен стрессу, мне показалось, что я так подвержена стрессу, что мне надо, 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 надо. В руках у меня такой маленький-маленький флакон, но он меня потряс. Что это такое? Это средство для ресниц и для бровей, чтобы их отрасти. Вообще, к косметике Мамерикея у многих неоднозначные отношения, потому что тут есть некоторая заморочка с тем, чтобы ее купить, нужно найти какого-то консультанта. Я вообще всегда избегаю вот этих всех консультантов. Для меня проще заказать по интернету. Сыворотку каждый вечер при помощи вот этой кисточки нужно наносить на область недалеко от ресниц, на сами ресницы, на брови. И тогда, через какое-то время, у тебя будут пышные, красивые ресницы. Я могу сказать, когда я начала ей пользоваться, я подумала, ну, ладно, давайте попробуем. Странно, что у нее такая цена какая-то, мне показалось, довольно высокая. У меня была такая неделя, когда я ресницы вообще не красила. Вообще не красила. Ну, бывает. И в какой-то момент я подхожу к зеркалу, начинаю красить ресницы, я понимаю, что у меня такая... И теперь, когда я крашу ресницы, у меня такая радость. Знаете, у меня были какие-то проплешины на бровях, на одном глазу какие-то ресницы были немножко кривые. После использования сыворотки у меня действительно все как-то заросло. У меня ресницы стали длиннее. Не скажу, чтобы они стали прям такие густые-густые. Может быть, времени прошло мало, потому что я пользуюсь всего три недели. Теоретически для обновления, для того, чтобы новые ресницы выросли, нужно где-то около месяца. Но у меня еще тут очень-очень много. То есть мне не хватает и на брови, и на ресницы. И то есть вот три недели я уже пользуюсь. Каждый-каждый вечер я смазываю. Из минусов она может пощипывать. И скорее всего она будет пощипывать, потому что у меня один день пощипывает, один день не пощипывает. Но, к сожалению, этих дней, когда она не пощипывает, у меня меньше. Еще хочу вам кое-что рассказать про мыло Камей. Вот таким твердым мылом, не знаю, кто сейчас пользуется, кто-то, может быть, пользуется. Я была на презентации, знаю, я пошла туда, наверное, как скептик. Ну, таким мылом уже никто, наверное, не пользуется. Напишите, кстати, кто-нибудь из вас пользуется твердым мылом, или это я одна такая люблю жидкие формы. Я была на этой очередной презентации. Я подумала, ну-ка, Камей, ну что-то можно придумать. Но, когда я послушала аромат, я просто обалдела. Потому что это очень-очень не похоже на что-то мыльное, это очень не похоже на что-то избитое. Это потрясающе. Здесь очень сладкая, приятная орхидея, но эта сладость, она свежая. Она такая летняя, такая фруктовая. Пользуясь таким гелем для душа, вы на 8 часов будете благоухать вот этим приятным ароматом. Если вы ищете какой-то классный гель для душа, который перебьет ваш, не знаю, естественный запах тела, который вас бесит, или вы просто хотите отстирать свой свитер, и чтобы он после этого вкусно-вкусно благоухал. Вот, прям супер, это очень классно, неожиданно от Камеи, обычно какая-то там туфта. Именно вот эта черная серия с надписью Magical Spell, это потрясающе. И на десерт я хочу вам показать карандаш для бровей, средство для бровей. Наконец-то, карандаш для моих бровей! Смотрите, какой он толщины. Это просто шок. В этой серии несколько оттенков, но мне кажется, что почти всем, кроме жгучек брюнеток, нужно брать Dark Blonde, потому что он на деле дает очень-очень темные брови. К тому же это средство не подойдет. Она не подойдет тем, кто любит прям четкую-четкую линию, потому что с ним этого не получится. Здесь очень толстый кончик. Это для тех, кто хочет сделать пышные брови, немножко такие растушеванные. Такие карандаши, они для всяких брежневых, типа меня. Но в последнее время вы, кстати, перестали мне писать про брови, о том, что они какие-то очень выдающиеся. Может быть, привыкли. Что, на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если вам что-то не понравилось, ну вы и зануда. Пока-пока! Знаете, у меня для вас сюрприз. Я почти никогда не делаю никакие конкурсы, и вот я решила исправляться. Мне хочется, чтобы кто-то из вас попробовал сыворотку. Вот эту вот сыворотку, которая делает ресницы крутыми. Или брови. У кого какая беда. Я хочу разыграть флакон. Правила вы прочитайте внизу. Наверное, скорее всего, надо на что-нибудь подписаться. И все, давайте больше не будем заморачиваться. Надеюсь, у вас хорошее настроение. И до встречи в новом видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok